Камера хорошая, но не всегда адекватно она делает то, что хочется. Простой пример. Она в автомате. Попытка снять таймлапс, но света нет. Полярное сияние, там кусочек проскочил чукотского, причем я видел фотографии вот этого же дня на Чукотке, там хорошее было, просто отцветового. Не досвечено все равно. Олеш, какой интервал у нас? Блин, она что-то, это автоматически программа, это прям камера шьет и... Ты не можешь отдать интервал? Могу, но... Ты бы хочу. Она... А остальные понимают, что она в автомате все делает. Делает все в автомате, по сути. Ну вот так. Сделали прибамбасы мыльные камеры, мыльницы. Она корректирует там заход солнца, там все это. Там рюмачки, что ли? Да это наши фотографы, которые магаданские бегают... Я не требую этого. Да прикольно. Она подвисает, процессора не может вытянуть. Подвисает просто. Картинка подвисает. Но сам вездеход, конечно, бесподобен, как он идет. Подвисает. Подвисает. Открой в другом этапе. Открой стандарт. Стандартно. Мелосей всегда подвисает. Да ладно. Стандартный. Да. Стандартный. В виндовом. Попробуем. Не виндовый, ты открыл. Не виндовый. Ты сидишь. Видео. Стандартный. Ниже. Ниже, ниже. Вот этот. О, хорошо. Он это не воспроизведет. Он это не воспроизведет. Он это не воспроизведет. Он вообще не сделает. Это вообще ничего не такое. Да. Терраска замерзнет. Там замерзнет. Там замерзнет. Там замерзнет. Замерзнет что? Серьезно? Кодеком замерзнет. Да. Кодеком не нужно. Надо установить. Сейчас речь сам пойду. Нет, там нет. Нет, там нет. Сразу с тобой не возьмем. Сюда уже можно пойти? Да, уже можно. Поехали. Да, уже можно. Надо было бы не бросовать. В каком они двигаются. В видеоредакторе. Где кабаны двигают. Выбрать другое приложение. Посмотри, может что появится. Русская лопата и свет не победил ей. Ха-ха-ха-ха. А почему вы на Хонде на поле порезали? Пьяные. А зачем вы пьяные за рвучески? Более. А по ее рвучески? Фокусировкой зацепиться не за что. А что это логично? Да, да, да. Как все. Более. Это ветром так сдуло снег. Тует. Нет, значит, зарыву даже честь картинки. Какой парадист? Андрюха, сколько у вас заробий… Девять. Дед, удачи в обстроке. У меня жил замуж. Встроим да. Встроим? Волосей было трое, но техника, я говорю, просто уникальная. Это из окна. Там вот этих следов, этих зайцев, оси, волки, чего угодно. Лисы, просто бесконечные. Смотришь, там снега, это вот так вот конкретно. Ну, поездка была экстремальная для безобразия, я говорю, вот у нас... Что, все, заканчиваем рассказ? Нет, нет, нет. Еще послушаем, просто я не слышу себя даже. Я даже себя не слышу. Ребята, давайте дослушаем и... И потом, да, может быть, вопросы. Поездка была очень тяжелая на эту охоту, 160 километров двое суток шли. Блин, я еще такой момент не рассказал. Я пока ехал по трассе до Магадана, честное слово, мне снились все вещи и сны. Я знал ночью, знал, что со мной произойдет днем. Первый раз я приснился сон, иду по дороге, идет парень, одевает перчатки, подбегает ко мне, пытается у меня ударить. Я уворачиваюсь, беру палку, он убежал. Засон. Ну я так, как бы, да, блин, четкий вообще, идеальный вот сон. Утром еду в Якутию. Примерно в Якутию. Спускаюсь с перевала. Асфальтовая дорога. Одна вниз идет, две полосы вверх. Внизу сужение, там, полоса туда, полоса туда. Навстречу два длинномера. Второй начинает обгонять. Первого. Здесь отбойник. Сорок миллиметров обрыв. И я проскакиваю между этим отбойником, ну где-то вот так и этим гузовиком. Ну просто вот. Девушка, которая сидела, она, я думаю, что лет пять постарела. Потому что шансов увернуться было очень мало. Это первый сон, который я потом осознал на следующий день. Но потом мне снилось... Так, палка где? Ну я его не догнал же, я же не погнался за ним. Потому что, ну блин, он топанул вверх, вперевал. Аллегория была, да, во сне. Ну, я сложно это представить. Потом мне снились конечности. Первую ночь мне приснились две руки и две ноги в помойке. Я такой, блин, утром встаю, там, ну что ж будет-то? Я такой, у меня раз, два пробоя колеса, у меня прихватило топливо и что-то еще было. А, и у меня с феном была проблема, питание пропало. Вот две руки, две ноги. И все, ну вот я в следующий раз уже четко знал. Если мне приснился парень, который бежал... Вон подлетает мячик такой, парень бьет по нему, ломает ногу, падает. Я подхожу по правилам, там, ногу так сложил, еду, блин, колеса нету, блин. И то есть у меня вот четко было, если у меня ночью снится нога, какая-то конечность у меня, пробой колеса. Если рука, у меня что-то с мотором, там, топливо прихватывает. Сейчас сновидение прошло. Да, да, да. Да, и та, и та, и была такая же история у меня там, не знаю, на рыбалке. Кстати, опять же, мне снится сон, что вездеход наш горит. Юр, давай выключим. Давай выключим.